Здравствуйте. Вы знаете, я слушаю внимательно всех выступающих, ну, собственно говоря, всех-то, их двое, да, было, вот, но, по крайней мере, я с этими двумя не очень согласна, в том плане, как я относилась, какие я чувства испытывала утром, скажем так, да, они говорили о том, что ненавидели всех, ну, примерно так, да, я абсолютно точно знаю со вчерашнего дня, что, нет, я очень благодарна за эту возможность сегодня выступить, ну, прежде всего, я вот вчера писала об этом в посте за возможность на самом деле ответить на те, для себя ответить на те вопросы, которые были у меня, которые задавали мне люди в отношении текстов и смыслов, которые, в отношении текстов, которые я пишу, вот, я действительно, благодаря, ну, вот, подготовке к этому выступлению, как раз, ну, правда, ответила на многие вопросы и готова с ними поделиться. Другой вопрос, конечно, что вот сейчас, минут за несколько до выступления, я испытываю такое волнение, поскольку я действительно, я пиар-специалист, а пиар-специалист, он обычно, в общем-то, так, за кадром, да, и вот это вот то, что я сейчас выступаю, это, ну, в общем, на самом деле, это вот такая, достаточно большая редкость. Вот, поэтому я постараюсь, как я уже сказала, поделиться теми ответами на вопросы, которые мне задали организаторы конференции и, собственно говоря, продолжить взять эстафетную палочку от Елены и Вики, рассказывая уже на, ну, скажем, более узкой теме, как может продвигать смыслы, как может позиционировать себя, как может коммуницировать со своими клиентами ресурсный центр. Давайте попробуем. Я очень надеюсь, что у меня получится, и мне бы, правда, хотелось сделать так, чтобы это было очень полезно. Тексты и смыслы, да, ну, наверное, нужно еще сказать, собственно, кто я и что. Я уже сказала, что я пиар-специалист, пиар-специалист организации, Екатеринбургской организации «Семья детям», и я одновременно являюсь редактором такой вот неформальной информационно-ресурсной группы, название тоже недавно придумалось, НКО «Урал», группы, которая объединяет, собственно говоря, региональный некоммерческий сектор. Пиар-специалистом я работаю давно, ну, в некоммерческом секторе не так давно, то есть вот буквально три года скоро исполнится, а исполнится это скоро в начале июня. До этого я работала 10 лет пресс-секретарем Свергловского областного центра СПИД, и там, в этом центре было очень много социальных программ, социальных проектов, и, собственно говоря, ну, в общем, пиар-специалист социальных проектов, ну, в узкой теме ВИЧ, но это, тем не менее, 10 лет. Ну, собственно, теперь к теме. Тексты и смыслы, что и как рассказывать о себе. Вот таким вот, собственно говоря, эпиграфом к теме я взяла слова одного нашего журналиста, который, эти слова он сказал после интервью с одним из руководителей регионального некоммерческого сектора нашего. Хорошее интервью получилось, и разговор был хороший, и потом, когда я его спросила, ну, как тебе вообще в целом спикер, он сказал, вот человеку надо учиться говорить смыслами, вот Олешковский говорит смыслами, поэтому, ну, не только поэтому, понимая, мы сейчас в контексте журналисткам, да, вот поэтому журналисты к нему устраиваются в очередь смыслами. Так вот, как же все-таки говорить и писать в данном случае смыслами? Вот про это мы поведем сегодня речь. Ну, несколько раз уже было сегодня сказано, что ресурсные центры помогают тем, кто помогает. И одним из видов помощи является как раз информационная поддержка некоммерческого сектора, некоммерческих организаций, которые, с которыми работает ресурсный центр. Мне кажется, что большинство ресурсных центров, я рискну предположить, что большинство, конечно, я не смогла просмотреть большое количество сайтов и социальных сетей ресурсных центров, но немало посмотрела. И вот все-таки большинство ресурсных центров не использует вот этот вот ресурс информационной поддержки, рассказа о некоммерческих организациях. Очень часто, ну, в основном, все-таки тот контент, который идет от ресурсного центра, очень важный, очень нужный, очень необходимый, вопросов нет по поводу, это контент по поводу грантов, семинаров, каких-то событий, мероприятий, которые проходят для сектора. Вот еще раз, да, на мой взгляд, вот информации о самих некоммерческих организациях, о том, чем они занимаются, о том, для чего они существуют, о том, ради чего они живут, вот этой информации не хватает. И мне кажется, что этот ресурс очень-очень может пригодиться и очень может быть востребован, ну, востребован он в любом случае может быть, он очень-очень может пригодиться самому ресурсному центру. Итак, значит, ресурсы ресурсного центра в плане текстов, да, мы понимаем, что тексты могут в плане контента и конкретно текстов, которые могут быть размещены на сайте ресурсного центра, могут быть размещены в социальных сетях, они могут быть размещены в СМИ, а конкретно в информационных агентствах, на сайтах информационных агентств, об этом мы чуть-чуть попозже скажем, и на официальных сайтах правительства, администрации, ну, в общем, официальных сайтах. Вот этот вот, вот о контенте, о текстах, вот для этих ресурсов мы говорим дальше. Вот я уже сказала о том, что информационная поддержка оказывается НКО, ну, вот, когда размещается информация, которая необходима для НКО, которая нужна для НКО. И малой информации о самих НКО. И вот здесь вот видите этот вопрос, если не мы, то кто же. Что получается? Что мы все говорим, когда мы встречаемся онлайн или оффлайн, мы, когда мы обсуждаем вот эту вот тему информационного сопровождения, информационной поддержки, пиара, деятельности НКО, когда и это больше характерно, естественно, для регионов. Мы очень часто говорим, что о нас не пишут. Мы очень часто говорим, что некоммерческий сектор не в повестке. Мы очень часто говорим о том, что очень трудно пробиться с новостью в СМИ. И начинаем тут обвинять СМИ по поводу того, что им бы только жареное что-то, им бы что-то такое, чтобы зацепило, чтобы люди ахнули, ну и так далее. Вот. И мы часто об этом говорим. Ну и вот вопрос в том, а как часто мы об этом пишем? И кто, собственно говоря, должен писать о некоммерческом секторе, о деятельности некоммерческих организаций? Кто, если не мы? Где те же СМИ будут брать этот контент? И когда я говорю, кто, если не мы, я имею в виду в данном случае прежде всего ресурсные центры. К себе я это отношу в том плане, что я, как я вам сказала, да, я веду группу НКО «Урал», в которой там, по-моему, сейчас 500 уже человек действующих, и в которой есть и журналисты, и некоммерческие организации, и представители власти, и представители науки. Если мы не будем писать, то этот контент, он нигде не появится. Некоммерческая организация может написать о себе, может замечательно сделать какой-то материал о себе, об одной, о каких-то своих мероприятиях, об одном, втором, третьем, но в целом о секторе. Посмотрите, какие возможности дает для ресурсного центра, как такового, информационная поддержка, информационное продвижение деятельности НКО, конкретной НКО. Когда мы пишем о том, чем занимается какая-то конкретная организация, что они сделали, какое мероприятие провели, какие проблемы у них существуют. Посмотрите, что мы можем сделать, каких целей мы можем достичь, отправляя в мир послания о некоммерческой организации. Это вот то, о чем говорила Елена Кемичева в самом начале нашего марафона, о том, что любое послание должно быть нацелено на действие. Так вот, посмотрите, какие цели мы можем достичь, рассказывая о деятельности организации. Ну, во-первых, это работает на формирование приверженности, пользуясь таким медицинским термином, ресурсному центру, ну, или формирование лояльности. Представляете, когда на сайте ресурсного центра или в социальных сетях ресурсного центра появляется информация, новость о деятельности, о какой-то некоммерческой организации, которая наполнена смыслами, чуть-чуть попозже об этом скажем. Она вызывает реакцию. Ну, вот я ее примерно, причем это цитаты, да, ошибку там не исправила. Божечки, какие мы классные, как они нас позиционируют. Это вызывает ответную реакцию, когда мы пишем о том, что делают некоммерческие организации. На самом деле, если мы не пишем, то, опять же, кто? Где еще человек, сотрудники, организация сама может прочитать о себе и увидеть себя вдруг с какой-то другой стороны? Потому что очень много и очень часто некоммерческие организации работают, 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 и они находятся внутри процесса. Они не могут выйти вовне и увидеть, что их деятельность, она уже, ну, извне воспринимается не как обычная, не как рутина какая-то, которая может казаться им, может казаться им, что такая, что так она выглядит. На самом деле, очень часто организации, ну, и, собственно, не только организации, мы очень часто делаем, так совершили подвиг, пошли дальше. Вот здесь остановить внимание и показать, да вот же, вот что сделано, вот какая важная работа делается. Существуют кризисные квартиры, и сейчас во время пандемии в этих кризисных квартирах живут женщины, которые пострадали от насилия. Организация делает все, чтобы их жизнь, чтобы они не только там жили, но и решали свои проблемы. Это очень важно рассказать. Организация, еще там, другая организация работает в теме ВИЧ и занимается доставкой препаратов ВИЧ-положительным пациентам. И во время пандемии, во время того, как распространяется ковид, они работают, они помогают ВИЧ-положительным пациентам и людям, которые, ну, собственно, и ВИЧ-отрицательным людям, да, не инфицироваться вирусом иммунодефицита человека. То есть они на двух фронтах практически работают. Если мы рассказываем об этом, рассказываем в своих новостях, рассказываем в постах, в социальных сетях, мы вызываем реакцию. Мы вызываем реакцию благодарности. И это позволяет, собственно говоря, установить коммуникации. Установить коммуникации с теми, с тем они, возможно, еще не установлены. Улучшить коммуникации с теми некоммерческими организациями, с которыми они существуют. Посмотрите, какую цель может, на что быть может быть нацелены тексты о некоммерческих организациях, которые будут появляться на ресурсах ресурсных центров. Ну, вообще, это продвижение некоммерческого сектора. Люди очень мало знают о некоммерческом секторе. Это тоже не вопрос. И вот эта вот известная цитата уже архангельская, я не знаю, кто ее там точно сказал. НКО – это не НЛО. Она уже стала, ну, я не знаю, там, такой ходячий, да. Люди очень мало знают о некоммерческом секторе. Чаще всего, когда мы говорим, я работаю в НКО, ну, вот я говорю, да, мне очень часто задают вопрос, это кто, это что. Так вот, все эти вопросы, они как раз потому, что мы не пишем об этом. Мы не пишем, мы не рассказываем, мы сами не рассказываем, что это такое. Мы не пользуемся возможностью, теми возможностями, теми ресурсами, которые есть у нас. Если мы будем рассказывать о некоммерческих организациях о том, чем они занимаются, на простых примерах, систематически мы войдем в информационную повестку. Мы сможем это сделать. Ну, и еще одна цель, которую можно достичь подобным направлением деятельности, то есть рассказывая о некоммерческом секторе, ну, собственно говоря, объединить усилия. Объединить ресурсы самого некоммерческого сектора. Когда люди начинают читать друг о друге, узнавать друг друга, они, собственно говоря, начинают не только знакомиться, не только у них появляются контакты, они начинают делать что-то вместе. Делать что-то классное вместе. Мы классные, вы классные, давайте сделаем что-то вместе. Вот на самом деле я вот это вот все говорю абсолютно неголословно. Это история, собственно, вот этой вот группы нашей НКО «Урал», она именно такая. Вот если говорить об объединении усилий, это тоже очень любопытная вещь, поскольку когда-то группа НКО «Урал» три года назад начиналась, и такая вот история. Придумывали различный контент, как лучше подать, что лучше сделать, как лучше рассказать об организациях, которые объединились в эту группу, ну, по сути, мало знают друг друга, но кто-то знал, там был какой-то круг людей, а организаций было больше. И был придуман такой контент. Мы начали, я начала делать посты, в которых рассказывала сразу о нескольких организациях, ну, то, что называется, обзоры, да. На этой неделе в организации «Аистенок» произошло такое-то событие. Организация «Семья детям» провела акцию, нацеленную на то-то, на то-то. И везде были ссылки. То есть 5-6 текстов об... 5-6 предложений, вернее, да, ну, наверное, о 5-6 организациях я рассказывала в одном посте. И ставила ссылки на страницы этих организаций. Если хотите узнать больше, проходите, прочитайте. Вот эти вот посты изначально пользовались как раз, ну, они были в топе. То есть можно было посмотреть по просмотрам, по лайкам, ну, просто было видно, что люди их читали, были комментарии. И они занимали очень много времени, подготовка их, но, тем не менее, я все равно это делала. И прошло какое-то время, я не помню уже сколько, может быть, полгода, может быть, что-то ближе к году. И вдруг я замечаю, что вот эти вот прямо топовые посты перестали быть топовыми совершенно. Потому что, ну, просмотров мало, лайков мало, комментариев вообще нет. Я думаю, как так? Ну, вот я же столько времени трачу, ну, вот почему так-то происходит? И потом я поняла, почему. Все очень просто. Люди передружились уже в онлайне. Они подписались на страницы друг друга. Они подписались на страницы друг друга. Они уже проводят какие-то совместные мероприятия, это не суть. Они, подписавшись на страницы друг друга, они получают новости уже в своей ленте. Люди узнают друг друга и начинают дружить и начинают придумывать совместные мероприятия. Так вот, как сделать так, чтобы достичь этих целей? Вот чтобы достичь этих целей, самое главное, что нужно? Не нужно, если мы пишем о некоммерческой организации, ну, я не знаю, там, хвалить ее, пить дифирамбы. Нет. Нужно наполнять текст смыслами. И делать, вот, собственно говоря, вот эти смыслонесущие тексты. А смыслонесущий текст – это ответ на вопрос, на очень простой вопрос. Для чего? Для чего та или иная организация провела то или иное событие? Ну, например, почему именно, ну, вот, где-то был, я не помню, там, новость о том, что одна из организаций какого-то региона доставила 80 продуктовых наборов в отдаленный район, в какую-то отдаленную деревню. Значит, 80 продуктовых наборах, их вручил тот-то и тот-то, принял тот-то и тот-то, люди радостные и благодарные. И непонятно, а почему именно в эту деревню? А почему, а почему так важно было приехать туда? Я смотрю, ну, там, начиная смотреть какую-то информацию, и оказывается, что жители этой деревни давным-давно на сопровождении этой организации. Ну, не жители деревни, понятно, там есть какая-то группа. И их давно знают, и организация давно на связи, и давно знает их проблемы, и лучше других знает их проблемы. Но вот этого всего нет. Мы просто доставили в ту деревню. И в чем ценность? Мы понимаем внутри, мы все это прекрасно понимаем. Но если эта новость уходит вовне, если она уходит с наших ресурсов, да, предположим, кто-то ее читает, ну, хорошо, ну, окей, и листает дальше. Так вот, вопрос, для чего делается, совершается то или иное действие, это постоянный вопрос, который, на который, который сидит в голове копирайтера, человека, который создает тексты. И он постоянно отвечает на этот вопрос. И, соответственно, еще один вопрос, для чего живет та или иная организация, ради чего она живет, каковы смыслы, каковы цели. Вот этот, ответ на этот вопрос тоже должен быть вкраплен в текст, вшит, зашит в текст, в одном предложении. Это может быть абзац, посвященный организации, может быть, это будет какое-то одно слово, не более. Но ответ на этот вопрос должен быть. Сегодня мы говорим о малых жанрах и о малых формах. А именно о незаслуженно забытых новостях, именно пресс-релизах, в смысле именно новостях, а не пресс-релизах и заметках. И о постах в социальных сетях. Ну, о постах в меньшей степени, в большей степени я сконцентрируюсь именно на новостях, вот как раз потому, что они незаслуженно забыты. Новость, которая состоит из, ну, я не знаю, там, пяти-шести абзацов. Она может быть из пяти-шести абзацов. И посмотрите, и новость, которая сообщает очень кратко, еще раз, да, о деятельности организации. О событии, которые произошло в организации, о проблеме, которую решила организация. Новость, конечно, безусловно, там должен быть информационный повод. Просто так, ну, про информационный повод, я думаю, вы все знаете. И я не буду на этом останавливаться. Мы имеем в виду, что новость, она в любом случае зайдет, если есть информационный повод. Я сейчас говорю о том, насколько новости для нас, этот жанр, эта форма, да, насколько для нас она актуальна. Посмотрите, во-первых, это универсальность. Написав новость из пяти-шести абзацев, трех-четырех, это не суть важно, да, главное, чтобы это была смыслонесущая новость. Мы можем разместить ее на сайте регионального ресурсного центра. Мы можем разместить ее на официальных сайтах правительства, администрации, уполномоченного по правам детей, если заходит уполномоченного по правам в целом на сайт администрации города. Мы можем разместить ее, направить, по крайней мере, в информационное агентство. То есть один маленький текст и вот сколько ресурсов, на скольких ресурсов можно использовать. Идем дальше. Новости. Лента новостей работает. Что я, это скорее вот напоминал ко мне, чтобы рассказать историю о том, как я узнала, поверила и вообще вот это выражение вошло в клетки еще в 90-е годы. Ну, в конце 90-х годов я работала в Центре социально-психологической помощи в небольшом городе, в закрытом городе Новоуральске. И, собственно говоря, служба только-только, наш центр только-только создался и нам нужно было как раз себя позиционировать. И в небольшом городе, 100 тысяч населения, муниципальная газета, это, собственно говоря, самый главный в конце 90-х годов, самый главный источник информации. И мы говорили с редактором, заместителем редактора газеты Еленой Стрельцовой, я ей говорю, давай вот напишем статью вот про это, вот сделаем интервью про это. Она говорит, зачем это тебе? Я говорю, надо, чтобы о нас узнали. Вот если хочешь, чтобы о нас узнали, ответила она мне. Вот первая полоса газеты, там цифры и факты, небольшая рубрика на полустранице. Вот если хочешь, чтобы о тебе узнали, раз в неделю, ну или там, да, раз в неделю, они несколько, не раз больше выходили, раз в неделю информация о вас должна быть вот на этой полосе. Тогда через три месяца вы будете уже не только в информационной повестке. Это была такая своеобразная лента новостей. Сейчас лента новостей это то, что нам как раз дают информационные агентства. Если информация о некоммерческом секторе, я сейчас говорю даже не об одной организации, в целом о некоммерческом секторе, попадает в ленты новостей информационных агентств, мы входим, мы с этой темой входим в информационную повестку. Здесь очень важно систематичность. То есть, конечно, это должно быть, ну, если мы говорим, допустим, о информационных агентствах, то да, хотя бы раз в неделю делать эту рассылку, ну, эту рассылку о деятельности некоммерческого сектора. Почему очень важно работать с новостями, с информационными агентствами, с официальными сайтами правительства? Потому что здесь у нас сторонники, мы находим себе сторонников. И эти сторонники – это те люди, которые работают с нашими новостями. Если мы высылали новость на сайт, допустим, правительства, то есть департамент информационной политики, если мы высылаем новости на официальные сайты министерств, это пресс-служба министерств, мы высылаем новости, и если новость, наша новость, наш заголовок, да, заинтересовал, люди начинают читать, если в нашей новости есть смыслы, то есть есть смыслы, то с нашей новостью работают. Ее читает пресс-секретарь, ее читает пресс-служба, или, если это информационное агентство, ее читает координатор новостей, ее читает журналист, которому дали доработать эту новость, или там переработать. И если в системе появляются эти новости, вот у этих людей эти люди становятся сторонниками. Я тогда работала в центре СПИД, я по совместительству была еще координатором проекта по экспресс-тестированию на ВИЧ. Это когда на улице города выезжали мобильные пункты тестирования, к ним устраивались очереди, 10, 20, 30 человек, там 100, 200 и так далее, которые просто хотели зайти и узнать свой ВИЧ-статус. Зайти в пункт, сделать тест, узнать свой ВИЧ-статус. В 2008-м мы начали этот проект, а в это время, собственно говоря, отношение к ВИЧ, ну, было равно, ВИЧ это было равно смерть, и от тем мы закрывались. И, собственно говоря, я хочу сказать о том, что самым ярым нашим сторонником по продвижению вообще экспресс-тестирования стал пресс-секретарь Министерства здравоохранения области, потому что он каждую неделю получал, ну, не только поэтому, конечно, но это было очень значимо, абсолютно точно, он каждую неделю получал от меня новости по поводу экспресс-тестирования, почему это важно, для чего это важно, как понимать цифры, которые там выявленных людей, как они читаются, как значима работа, почему важно, чтобы работали равные консультанты и так далее. Это был самый-самый первый, можно сказать, сторонник вот этого проекта. Ну, а что такое пресс-секретарь Минздрава, надо понимать, то есть, ну, это человек, который на связи со всеми журналистами, и с которым журналисты на связи. Вот, и чем еще хороша новость, которую мы сами пишем, которую мы сами приготовили, это мы в нее зашиваем свои смыслы. То, что нам нужно, то мы и зашиваем, собственно говоря, то мы и пишем там. И мы избегаем, опять же, тогда ситуации, когда, ну, очень часто говорят, вот журналисты написали, а я не то имел в виду. А в новости, о которой мы говорим, которую мы сами пишем, мы зашиваем даже свою цитату. Да, эта новость может появиться на сайтах информационных агентств, и даже иногда, ну, это очень редко бывает, но тем не менее все-таки бывает, за подписью какого-то другого журналиста, который чуть-чуть ее переработал. Ну, дай бог с ним, потому что наша задача протащить наши смыслы. Если говорить про пост, я не буду только говорить, вот она, собственно, мы все это прекрасно помним, как делать пост в социальных сетях. Простой, емкий, короткий, понятный. И самое главное, опять же, мы туда зашиваем смыслы. Я думаю, что об этом, ну, говорили очень много, и не буду на этом останавливаться. Мне бы хотелось еще пару слов сказать про информационные агентства. Вдруг кто-то не знает. Информационные агентства есть в каждом городе. Информационные агентства, функция их самая главная, для чего они предназначены? Для того, чтобы собирать новости. Именно информационные агентства – это такое вот предприятие, которое обслуживает СМИ. Они должны собирать новости для того, чтобы предлагать СМИ. Любым СМИ. Есть информационные агентства, допустим, вот в регионе, которые делают повестку для федеральных СМИ. Ну и, соответственно, региональную повестку они тоже делают. То есть есть специальные информационные предприятия, которые нуждаются в новостях. И на этих специальных информационных предприятиях у нас, ну, наших новостей очень мало. Мы туда не можем зайти. Почему-то. Хотя, ну вот смотрите, у нас в регионе, допустим, таких, ну только на слуху, таких больших информационных агентств 12. Ну, в каждом регионе плюс-минус их существует. И, конечно, мне кажется, задача номер один, если мы вообще говорим о продвижении некоммерческого сектора, если мы вообще говорим о продвижении ценностей гражданского общества, задача номер один – это, ну вот, собственно говоря, наладить взаимоотношения с информационными агентствами, ресурсные центры и информационные агентства, и поставлять новости систематически в обязательном порядке. Смотрите, функции тех же самых информационных агентств, условно говоря, выполняют официальные сайты правительства, области администрации города, ну вот я уже перечисляла, общественных палат, министерств и так далее. То есть они тоже, это тоже, ну, такое, условно говоря, предприятие, это такой сайт, который концентрирует в себе новости по теме. И вот смотрите, что важно, что те же журналисты, ну, правильнее сказать, координаторы, координаторы различных СМИ, которые отвечают за новости, каждое утро, условно говоря, каждое утро, они заходят на сайты, перечисленные выше, и смотрят, выбирают новости, по которым СМИ будет работать. Кроме того, ленты, ну, мы понимаем, что ленты новостные вот этих вот сайтов просматриваются только журналистами, просматриваются сотрудниками этих учреждений, ну, и этих, не учреждений, конечно, сотрудниками правительства, ну, и прочее. И, соответственно, мы распространяем информацию о некоммерческом секторе и вот в этом секторе. Вот посмотрите, как это работает. Здесь хочу рассказать, у нас сейчас как раз получилось, очень интересная история возникла с администрацией города, вот как раз во время кризиса, пандемии, у нас создана рабочая группа некоммерческих организаций и администрации города. Это на уровне Департамента общественных связей и Комитета по молодежной политике. И что нам удалось сделать буквально вот, на прошлой неделе мы этим занялись. То есть, один из вопросов был, это вот как раз информационная поддержка деятельности некоммерческих организаций. И мы что-то как-то сразу стартанули очень сильно, но на сайте администрации города в ежедневном режиме, то есть 8 дней в ежедневном режиме появляются новости о некоммерческих организациях. Организациях, которые вот не остановили свою деятельность во время пандемии, вот пока у нас эта тема. То есть, вот этот темп мы собираемся продолжать, то есть, это и не только наш интерес, это и интерес администрации города, и это интерес администрации города тоже. В общем, посмотрите, как это работает. Вот 16 мая появляется новость на сайте, на официальном сайте Екатеринбурга, дальше она расходится, дальше она уже тут же появляется в Фейсбуке, там большое количество участников этой группы, а дальше я сделала скриншоты из, ну, в общем, вы понимаете, да, скриншоты, как эта новость разошлась. Просто вот с этого ресурса. Мне показывают, что времени осталось мало, и поэтому мы немножко ускоримся. Значит, как сделать так, чтобы наши новости взяли СМИ и вызвать, нужно нам отклик, вызвать отклик благодарности от некоммерческих организаций. Еще раз, да, не пить дифирамбы и не хвалить, просто рассказывать о смыслах. Рассказывать о смыслах. Вот мы сейчас уже не успеем посмотреть, собственно говоря, текст, который я, два текста, которые я приготовила, о, ну, вот те новости, которые зашли в СМИ вот на последней неделе. Что я конкретизирую, когда я говорю о смыслах? Что я говорю, что я имею в виду, когда я говорю о смыслах? Еще раз, да, вернемся к тому, что вот это действие производится, это действие нужно для того, чтобы, вот, допустим, если мы возьмем новость, о которой вот здесь вот сейчас идет речь, это новость о организации, которую я представляю, Семья детям, о том, что во время пандемии школа приемных родителей, которую, которую вела семья детям, перешла в онлайн-режим. Она стала онлайн-школой приемных родителей. И здесь вот, посмотрите, очень важный момент. Почему это важно? В самой новости есть такое пояснение, в самом тексте. Останавливая на неопределенный срок школы приемных родителей, мы продлеваем пребывание детей в детских домах. А они могли бы попасть в семьи быстрее. Дальше. Мы вводим еще один смысл. Почему это важно? Потому что дети находятся в двойной изоляции. Чем раньше у них появится шанс войти в семью, тем лучше. И вот теперь школа приемных родителей, тема школы приемных родителей, она становится уже актуальна не только для приемных родителей, не только для людей, которые в теме. Она становится актуальна для многих людей, которым не все равно, которые в любом случае переживают за людей в детских домах, помогают им. Я не знаю, там в Новый год те же самые подарки возят. Спорный вопрос. Но тем не менее, это все говорит о том, что люди помнят, что в детских домах живут дети, которые нуждаются в помощи. А вот есть семья детям, которая какая молодец, не бросает их в пандемии, во время пандемии. И заботятся о них на перспективу. Дальше мы вводим еще понятие, вводим строчку, где-то в самом конце, что семья детям уже 20 лет работает в сфере трудоустройства. Или вот следующая новость, которая тоже зашла, это о нашей организации Екатеринбургский еврейский культурный центр Минора. Новость, там буквально формат страницы А4. Повод, информационный повод о том, что во время пандемии Минора провела несколько акций, сад на подоконнике, весна на проводе и так далее. Это информационный повод. Самое главное, смыслы, которые хотелось и нужно было завести в эту новость. Ну, во-первых, чтобы люди поняли, что у нас есть Минора, которая работает с людьми от 70 лет и старше. Чтобы люди поняли, что люди от 70 лет старше нуждаются не только в продуктовых наборах и лекарствах, а прежде всего, та проблема, которую они сейчас испытывают, это одиночество. и самоизоляция, вот буквально сейчас, и общение становится лекарством. Вот, собственно говоря, пропускаем. Ну и, и вот буквально, буквально фраза. И следующее, вот я хотела бы обратить ваше внимание на различный контент, группы в социальных сетях. Он тоже может быть разный, и тоже может позиционировать различные организации. Каким образом? Мы можем делать контент такой, лайфхак от эксперта, и мы рассказываем о руководителе организации. Мы можем делать комментарии к тем событиям, о которых вы рассказываете. Вернее, не комментарии, а текстовые трансляции в комментариях. Рассказывать об этих событиях. Мы можем делать анонсы событий или обзоры организаций, некоммерческих организаций, событий, которые происходят в некоммерческих организациях. Мы можем делать вдохновляющие тексты, вдохновляющие цитаты от лидеров некоммерческого сектора или инфографику. Все, на этом я завершаю, немножко не успев, но, тем не менее, примерно уложившись.